В эфире РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун-класса Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Республики будут развивать легкую промышленность и продвигать национальный бренд Made in Bашkortostan. В Уфе в рамках недели бизнеса прошел показ «Космополитен. Мода без границ». Регион стал первой территорией проекта. В период пандемии в республике нарастили объемы производства одежды на 20%. 72 предприятия получили субсидии на приобретение оборудования, материалов и модернизацию производства. Максимальный размер компенсации для одной организации составил 10 миллионов рублей. Тем нашим производителям, которые смогут войти в наш зонтичный бренд Made in Bашkortostan, мы, соответственно, сможем дать определенную поддержку. Эту поддержку на развитие самого производства, поддержку на сбор вот этих вот интересных идей, какие вот костюмы разрабатывать. То, что мы уже подготовим, разработаем нашими партнерами. Поэтому в этом плане, конечно, у нас стоит такая большая задача – это экспорт. В этом году на господдержку предприятий легкой промышленности заложено 50 миллионов рублей. В следующем эту сумму планируется увеличить вдвое. В Башкортостане построят новое предприятие по производству трикотажной одежды. Соглашение о намерениях подписали премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров и руководитель компании «Большая семья» Тимур Шавалеев. Компания работает уже более 24 лет. В нее входят производства, которые базируются в Узбекистане, также в Кабардино-Балкарии. Объем инвестиций в башкирский проект пока не утончняется. Все будет зависеть от дальнейших переговоров с руководством корпорации развития, определения площадки для предприятия. Однако уже известно, что новое производство позволит открыть не менее 300 новых рабочих мест. Для бизнеса очень важно, чтобы власть правительства была открыта. Мы чувствуем в лице Андрея Геннадьевича поддержку. И понимаем, что когда у бизнеса есть поддержка в виде правительства, это способствует развитию, упрощает систему. Андрей Назаров предложил руководству компаний при определении площадки учитывать наличие в республике территории, где предоставляются налоговые льготы и преференции. Например, за Уралией, северо-восток Башкортостана, особая экономическая зона Алга, а также территория, опережающая социально-экономическое развитие. За последние два года Торгово-промышленная палата республики помогла реализовать башкирским предприятиям 33 проекта. Об этом сообщили на заседании Совета ТПП в рамках Международной недели бизнеса. Общая сумма льготных займов за этот период составила более 3 миллиардов рублей. Кроме того, образовательные проекты ТПП позволили начинающим предпринимателям бесплатно повысить свою квалификацию. Также организация активно работает над внешнеэкономическими контактами, которые в период пандемии перешли в онлайн-формат, отметил президент ТПП Тимур Хакимов. Он подчеркнул, что развитие международных и межрегиональных отношений является одной из приоритетных задач. Продолжение следует... На заседании также сообщили о планах открыть в будущем году отделение ТПП в Нефтекамске, которое станет четвертым в регионе, и создать центр семейного предпринимательства. Отметим, что данный проект получил федеральный статус. Погрузка промышленных товаров и полезных ископаемых на Куйбышевской железной дороге сократилась почти на 3,5%. Данные приводят пресс-службы РЖД в сравнении с показателями за 11 месяцев прошлого года. С января по ноябрь 2020 грузооборот составил почти 60 миллионов тонн. На 10% снизилась погрузка химикатов и соды, на 8% нефти и нефтепродуктов. Более чем на 7% сократились поставки лесных грузов. Однако при этом отгрузка каменного угля увеличилась в два раза, до 69 тысяч тонн. А также существенно на две трети увеличилась отгрузка зерна на 68%. Общий объем круп составил 2 миллиона 400 тысяч тонн. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК. 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 РБК.